Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Крюкова Екатерина Андреевна. Я старший медицинский психолог в психиатрической клинической больнице номер 4 имени Петра Борисовича Ганнушкина. И сегодня в рамках проекта «Только без паники» я проведу вебинар, который касается психологии независимого поведения, аддикциям и наркоманиям. Собственно говоря, наш сегодняшний вебинар будет состоять из некоторых частей. Мы обсудим основные проблемы, связанные с этими заболеваниями, познакомимся с основными понятиями наркологии, говорим о причинах, почему такие расстройства возникают у людей и о способах лечения данных патологий. А также приведу вам ряд рекомендаций, касающихся того, как быть, если ваш близкий родственник заболел наркоманией. Вначале, прежде чем обсуждать эту тему, хочу сказать, что она крайне актуальна сейчас и составляет большую угрозу для населения, потому что расстройством такого рода подвержены большие массы людей. Многие специалисты отмечают, что возросло число заболеваний у лиц женского пола, а также у подростков. Это, конечно, безусловно, очень тревожный знак, и мы должны более внимательно задуматься об этом и предпринять определенные шаги и меры для улучшения стабилизации такой ситуации. Хочу ввести некоторые термины, которые мы используем, будем использовать дальше в вебинаре. Может быть, кто-то, например, их не знает. Вообще, что такое аддикция? Аддикция происходит от английского слова addiction – зависимость, пагубная привычка. В настоящий момент есть даже такой подраздел в медицине, который называется аддиктология. Именно этот раздел и занимается исследованием, изучением аддиктивного поведения. Есть такой термин, как наркомания. Многим, наверное, также известен. Он с древнегреческого переводится как нарко – оцепенение, сон, мания – безумие, страсть. Это некоторые состояния, которые характеризуются патологическим лечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающихся психическими, а иногда и соматическими расстройствами. И давайте перейдем к следующему слайду. Хочу еще ввести такое важное понятие, как токсикомания, чтобы было понимание, чем это все различается. Токсикомания – это совокупность болезненных состояний, которые также характеризуются в лечении мы привыканием к приему лекарственных средств и других веществ. Но от наркомании отличается тем, что эти вещества обычно не относятся к списку контролируемых веществ государства. Ну, то есть являются легальными. И также еще хочу ввести одно такое понятие, как ПАВ или психоактивные вещества. Это вещества часто, которые употребляют зависимые пациенты для изменения своего состояния. И в процессе дальше вебинара, чтобы сокращать, я буду говорить про ПАВ. Давайте теперь обсудим вообще, какие зависимости бывают. Я, наверное, начну с таких традиционных, химических. О них знают многие, да, это серьезная проблема. Вот. Но хочу также добавить, что помимо химических, есть еще много и нехимических зависимостей, также которые разрушают жизни людей. Начну с наркомании. Ну, во-первых, традиционно, да, сюда относятся зависимость от седативных, снотворных, противотребожных средств. Это апинизм, барбитураты, вот такой препарат, как гиазепам, да. Часто у людей формируется зависимость к ним. Тут мы тоже все прекрасно осведомлены средств массовой информации, каким последствиям это приводит и так далее. Есть такое направление, как зависимость от стимуляторов. Сюда относят никотинизм, кокаинизм, кофеинизм, амфетамины, экстази. Может быть, для кого-то будет удивлением, да, что, например... Можно обратно, пожалуйста? Может быть, для кого-то будет удивлением, что, например, кофеинизм относится к зависимости. Но действительно, кофе, он очень повышает тонус, да, и относится к стимулирующим зависимостям. И были даже случаи в истории, мы знаем про такой город Мекку, и, по-моему, в Италии, в Средневековье, запрещали пить людям кофе. И потому что это считалось пагубной привычкой, которую необходимо контролировать. Также для нашего общества, особенно для российского общества, исторически сложилось, что одной из самых распространенных проблем является алкоголизм. Этому тоже в СМИ длину особое внимание. Я бы не хотела, наверное, фиксироваться на этом сегодняшнем вебинаре, потому что информация исчерпывающая. Все мы знаем про страшные пагубные последствия этого заболевания. Это проблема известна с древнейших времен. Дальше. Хочу становиться на такой форме аддикций, как стимулирующая аддикция. Достаточно любопытное направление, мало кто знает и уделяет этому внимание, но они тоже очень разрушительны. Например, к таким аддикциям приводят, например, переедание. Такая особая фиксация на еде людей, которые приводят к лишнему весу и дальнейшим последствиям. Есть такие стимулирующие аддикции, как накопительство, клиптомония. Гэмблинг или страсть к азартным играм – также очень распространенная форма. Всем нам известен прекрасный роман Достоевского «Игрок», где он мастерски описывает, что происходило с главным героем этого произведения. Насколько это была сильная страсть, которая невозможно было ему побороть никаким образом. Настоящий момент в Российской Федерации азартные игры запрещены. Есть некоторые формы, которые легальны. Хочу сказать, отметить, что это также чудовищная зависимость, которая на самом деле приводит к ужасным абсолютно последствиям. Есть случаи, когда в семьях отцы семейств продают квартиры, машины, чтобы расплатиться с долгами и обрекая на бедное существование людей. Поэтому хочу обратить внимание, что не только химические зависимости страшны, но также и нехимические. Хочу отметить также такую любопытную зависимость, которая, наверное, стала набирать обороты после сексуальной революции. Это сексуальная любовная аддикция. Есть примеры в средствах массовой информации, когда многие знаменитые люди, скажем, звезды эстрады, спорта, лечились от подобной аддикции и проходили определенный курс реабилитации. Это тоже серьезная проблема, которая на самом деле разрушает жизнь человека, его семьи, и которая не является каким-то аморальным поступком. То есть такую аддикцию можно рассматривать действительно как патологическое состояние, которое требует определенного лечения. Ну и любовная зависимость, в настоящий момент мы можем говорить именно так. Тоже много случаев описано и в литературе, и в истории про определенные патологические привязанности к любовных страстей, которые также разрушали жизни, здоровье людей. Можно следующий слайд, пожалуйста? Следующая группа аддикции – подавляющая аддикция. К ним относятся… То есть здесь такой специфический упор делается на подавлении некоторых лечений. Если стимулирующая аддикция, они наоборот стимулируют, то подавляющие подавляют, подавляют. Значит, что сюда относится? Голодание. Тоже мы все знаем, что, наверное, у каждого есть такие знакомые, да, которые подвержены, скажем, определенным модным течением, связанных с пищевым поведением. И мы, когда с ними встречаемся, они часто нам рассказывают про вот эти методы, которые они используют, и как им с помощью регуляции пищевого поведения своего получается изменить их эмоциональное состояние. На самом деле это тоже относится к аддикциям, да, и само по себе голодание часто является именно такой вот, вот, скажем, пагубным таким вот состоянием. К подавляющим аддикциям относится еще роботоколизм. Тоже в настоящий момент много достаточно научных статей, литературы, поэтому мы знаем про ситуацию в Японии, в США, да, когда люди настолько увлекаются работой, что она замещает им все сферы остальной их жизни. Они работают 12-14 часов, истощаются, эмоционально выгорают, да, что приводит к различным физическим, психологическим недугам. И это достаточно опасная аддикция, потому что в обществе она социально одобряема, да. Это не то, что, там, не знаю, опиная зависимость, вот. Но на самом деле в такой, скажем, большой перспективе последствия роботоколизма, они тоже разрушительны. И хочу остановиться на таком феномене, как со-зависимость. Я остановлюсь на нем, наверное, в конце нашего вебинара подробнее, потому что, когда будут давать рекомендации для родственников зависимых людей, потому что часто именно родственники страдают со-зависимостью, да. Это очень тяжелое состояние, которое характеризуется постоянным, да, желанием помочь человеку, страдающему зависимостью, и из-за чего происходит тоже угнетение и редукция многих других сфер жизни у такого человека. И он также страдает. Следующий вид аддикции – это виртуальная аддикция. Тоже очень распространенная группа, да. Это различные, скажем, способы ухода от реального мира. Видимо, действительно, человеку, которым предисположен к такому типу аддикции, как-то невыносима реальность, в которой он живет, да, как-то она его настолько расстраивает, не вызывает у него никаких положительных эмоций, что он полностью уходит в какой-то виртуальный мир. Можно условно, да, выделить такие виды, как телевизионный компьютерный, интернет-зависимость. С развитием средств, технологий их стало достаточно много. Да, и действительно, в наши практики к нам попадают в больницу люди, которые, ну, практически, скажем, не живут в настоящем. Особенно это касается подростков, которые часто каких-то молодых людей, которые полностью замещают свою жизнь, уходя в мир компьютерных игр. Также важный такой, тоже есть такое направление, как аддиктивный фанатизм. Тоже хочу уделить на нем особое внимание, потому что если про алкоголизм и наркомании говорят много, достаточно подробно, существует много организаций, да, помогающих, то, например, организации средств помощи для людей, которые попали, например, в какие-то религиозные аддикции, в сектанство, их достаточно мало. Это тоже сложная проблема. Значит, аддиктивный фанатизм в чем проявляется, да? Ну, наверное, тоже у каждого из нас есть знакомые, которые очень увлечены всегда каким-то духовным поиском. Они могут, не знаю, искать, периодически интересоваться какими-то религиозными направлениями, да, абсолютно искренне стараться мотивировать окружающих вступить на этот верный путь и в такой даже, скажем, навязчивой манере проповедуют идеи, да. В принципе, такой аддиктивный фанатизм он тоже специалисты выделяют и относят его к некоторым формам аддикции. Что еще? И вот тоже такая интересная, скажем, рубрика – это аддикции общения. Вроде бы кажется, что тут нет ничего такого опасного, но на самом деле тоже зависимые люди тут выходят на некоторый специфический уровень порой, да, который также разрушает их жизнь, да. Вот есть такая форма, как болтоголизм – это стремление к общению, да, постоянному общению с большим количеством людей или, например, идейный авантюризм, да, когда человек не может жить без того, чтобы не придумать какую-нибудь интересную авантюру. Нигилизм. Такие люди часто начинают бороться за права, за чьи-нибудь права, абсолютно маньячно, да, вот как-то фанатически отстаивать какие-то убеждения. И вот еще такая интересная аддикция – это аддикция от сообщений. Такие люди часто, например, известны случаи, да, когда там жены обижаются на мужей, которые, по их мнению, должны постоянно отвечать на их сообщения, которых приходит там по сто и больше в день. И это тоже на самом деле разрушает отношения. Остановлюсь теперь на последствиях всего этого. А последствия, на самом деле, в долгосрочной перспективе очень печальные, разрушительные. Все они приводят к смерти. Наверное, обычному человеку в ряде случаев это не всегда очевидно. Но нам, как специалистам, это очевидно, потому что нам в больницу поступают люди на вторых-третьих стадиях зависимости. И выглядит… зрелище это достаточно печальное, да. Мы прекрасно видим их жизненный путь и понимаем, к чему он ведет. Последствия как химических зависимостей, наверное, они просто более очевидны для всех людей, разрушительные. Но и нехимических тоже. Они достаточно большие и очень печальные. Теперь хочу остановиться на таком моменте. Почему же, да, вот мы все знаем, кто-то становится зависимым, а кто-то нет. Есть действительно люди, которые всю жизнь выпивают, да. Но почему-то кто-то становится алкоголиком, кто-то нет. Что же является причиной возникновения вот этого зависимого поведения? Хочу сказать, что, в принципе, зависимости, да, они были известны с древних времен. И мы можем говорить о том, что именно модели к пониманию причин, они, наверное, сформировались только начиная с 19 века. До этого такое, скажем, деструктивное поведение объяснялось черными силами, тем, что в человека вселяется дьявол, да. Были такие интерпретации религиозные и прочее, прочее. Вот. Ну, начиная с 19 века с развитием науки, да, объяснительные схемы стали усложняться. Приведу некоторые примеры, да, причин возникновения такого, скажем, зависимого поведения. Ну, всем известно, вот психофизиологическая модель, она достаточно популярна в мире. Это модель Анохина. Она объясняет механизмы развития психической и физической зависимости. Модель популярна в отечественной психиатрии. Следующая модель – психиатрическая, предиспозиционная модель. Значит, в чем ее суть? Она говорит о том, что всегда, в принципе, у зависимого человека есть какие-то психические нарушения, которые, собственно говоря, вызывают зависимость. Это может быть депрессия, какие-то невротические состояния. Часто, в настоящий момент есть много исследований, да, что и мы в нашей практике встречаемся с тем, что на самом деле зависимые люди имеют часто два диагноза, да. Это не только какая-то зависимость от определенных веществ, но и какая-то психиатрическая патология. И поэтому в терапии таких расстройств, да, нужно как бы работать, скажем, в двух направлениях. Лечить и зависимость, и основное заболевание, которое, скажем так, приводит к ней. Следующая модель личностных типов и черт, значит, это модель Личко и Бетенской. Они говорили о том, что существуют специфические личностные черты акцентуации характера у зависимых людей. Они как будто пребывают постоянно в каком-то конфликте. И, естественно, так как любая система стремится к гомеостазу, в том числе и личность, их упорядочить достаточно сложно. Человек прибегает к какому-то такому вот типу зависимого поведения, употреблению вещества или чему-то другому, благодаря которому он достигает некоторого баланса. Любопытные психоаналитические модели. Психоанализ дал достаточно много любопытных идей, интересных для этого направления, для направления наркологии. Например, вот Фрейд говорил о том, что уподоблял алкоголиков, да, гомосексуалистам, приводя такие примеры, что многие алкоголики собираются в большие там мужские или женские компании, да, что именно скрытые какие-то вытесненные желания сексуального характера на самом деле руководят ими. Но в целом психоаналитические модели, они, конечно, ориентированы на детский период развития человека-личности. И ищут некоторый сбой, да, который произошел и, возможно, привел к такому зависимому поведению дальше. Он, безусловно, в каких-то периодах детского развития. Есть такая модель, как модель аномального развития личности, модель братусей-звигарник. Это отечественная школа. Ну, суть ее сводится к тому, что также, да, что на определенных этапах происходят какие-то сбои в развитии личности, что приводит к аномальному развитию личности в виде психопатии, да. Вот. Значит, и остановлюсь более подробно на современной модели, такой, скажем, более сложной, комплексной, которые стараются объединить в себе много, скажем, таких уровней осмысления причин зависимого поведения, это биопсихосоциальная модель. Биопсихосоциальная модель. Ну, условно, значит, почему же, как объясняет эта модель, почему же человек становится зависимым, да. Значит, есть некоторый биологический уровень. Сюда относится прежде всего генетика. Потому что, действительно, в семьях пациентов, которые употребляют различные психоактивные вещества, их потомство часто тоже склонны к такому же типу поведения, да. То есть мы можем говорить, что на каком-то биологическом уровне происходит генетический некоторый сбой, да, который уже наследуется потомками. Вероятность того, что у такого человека будет зависимое поведение намного выше. В биологической модели она также относит и, извините, именно саму физическую зависимость, которая формируется в процессе приема и употребления психоактивных веществ. Следующий уровень – это психологический. Что же тут является таким, скажем, провокатором того, что у человека сформируется зависимость? Значит, это определенная психологическая, скажем, привычка получения определенного состояния, да, который дает наркотик или какая-то форма, там, не знаю, деятельности или активности. Стоит сказать, что человек – это не просто привычка, да. Зависимость – это не привычка. Человек без такого поведения не может получать положительные эмоции. Это становится серьезной проблемой, благодаря которой формируется психологическая зависимость. В процессе развития зависимости у человека происходят некоторые нарушения различных его психологических свойств. Мы можем говорить на уровне мотивации, да. Происходит навязчивое желание там выпивать или употреблять какое-то психоактивное вещество. Многие говорят, что зависимость – это патология воли, да. То есть ослабление волевых способностей, невозможность остановиться, даже когда человек понимает всю тяжесть и разрушительные последствия этой проблемы. У зависимых часто формируются эмоциональные сложности, да. Это часто невозможность как-то контролировать свое эмоциональное состояние. Им свойственны крайние формы проявления чувств, да, или полное безразличие, или очень яркие эмоции. И крайне интенсивные. На когнитивном уровне, то есть познавательном, тоже происходит ряд изменений. Некоторое туннельное видение, когда из возможного количества вариантов, да, они почему-то видят только один, и все остальные просто не способны заметить. Или, например, часто бывает так, что зависимые, например, не помнят совсем каких-то плохих инцидентов их жизни, они их вытесняют. И благодаря чему у них не происходит вот этой связи причины и следствия их поведения, да, и неприятных последствий. И что еще важно, это, конечно, некоторые поведенческие изменения, да, которые происходят на психологическом уровне. Лживость. Лживость – манипулятивные стратегии, да, которые они часто применяют, которые у них формируются, да, в процессе, на самом деле, развития заболевания. Ну, и которые становятся частью их личности. И следующий важный, значит, момент – это социальные, да, факторы, которые предрасполагают к развитию той или иной формы зависимости. Ну, остановлюсь на них, наверное, поделю их на такие микросоциальные, как это семейное окружение, да, среда, в которой растет человек, люди, да, с которыми он общается. Понятно, что, скажем, да, в семьях неблагоприятных, неблагополучных, да, неблагоприятной там районе или в какой-то среде, да, где принято, например, употреблять наркотики, спиртные напитки, играть в азартные игры. Формирование зависимости произойдет, может произойти намного быстрее, да. Это тоже такой важный момент. Я потом еще немного остановлюсь на вот этих факторах в реабилитации, чтобы мы зависимым людям, исключая их из этой неблагополучной социальной среды для лечения. И макросоциальные факторы такие, как на самом деле сюда относятся какие-то такие вещи, как на уровне государства, страны каких-то, это могут происходить какие-то эпидемии, ктакмизмы, да, которые вызывают большие стрессы, да, там низкий уровень безработицы, ой, высокий уровень безработицы, простите. И, значит, тут это все, конечно, приводит к большой тревожности людей, потерю смысла их существования и увеличивает тем самым, да, риск развития вот таких вот, такого зависимого поведения. Вот, значит, биопсихосоциальная модель, как вы уже обратили внимание, да, это сложная модель, комплексная. И поэтому в анализе причин зависимого поведения у каждого там индивида, да, нужно подходить, скажем, вот так вот структурно, да. Одна причина никогда не является, нет одной причины, да, начала развития там какой-то патологии. Всегда это набор причин. Мы с вами обсудили, почему, да, возникает зависимость. Обсудили разные виды моделей. Вот, и теперь, я думаю, что стоит поговорить про лечение, да, дикции, направления, которые существуют, и вообще, как быть, если с вашим близким, родственником случилось подобное. Почему я говорю с вашим близким или родственником? Очень мало, на самом деле, зависимых людей, которые будут самостоятельно, ну, как-то обращаться, интересоваться информацией, прослушивать вебинары. Обычно, конечно же, больше интересуются и близкие люди, и родственники. И у них возникает очень много вопросов. Поэтому я больше даже к ним обращаюсь. Лечение аддикции. В настоящий момент достаточно много направлений, да, которые показали свою эффективность. Дело в том, что, наверное, при лечении нужно использовать комбинированные подходы. Они наиболее эффективными являются. И пробовать все. Потому что что-то, каждый человек индивидуально неповторим, для кого-то что-то будет не очень эффективным, а для кого-то, например, даст хорошие результаты. Можно следующий слайд, пожалуйста? В нашей стране традиционно психотезиологическое направление, оно является, наверное, таким ведущим, наиболее разработанным. Оно связано с купированием синдрома отмены и преодолением физической зависимости к психоактивному веществу. Это некоторый комплекс мер по детоксикации, преодолению абстинентного синдрома, который формируется часто у зависимых людей, да, и лечения каких-то психологических расстройств уже после его преодоления. Обычно это депрессии, какие-то астенические состояния, нарушения сна. Значит, на этом этапе работают врачи-наркологи и врачи-психиатры. Это, как я еще раз повторюсь, наиболее, наверное, такое разработанное направление в отечественной психиатрии. Следующее направление – это психологическое направление. Оно включает в себя решение задач по преодолению аназогнозии. Остановлюсь немножко на таком феномене, как аназогнозия. Что это такое? Это отрицание наличия заболевания. Сложность вся лечения зависимых, как раз она и обусловлена аназогнозией. Они не согласны с тем, что они зависимы. И даже когда уже все факты, обстоятельства и родственники вокруг говорят о том, что, да, у вас серьезные проблемы, связанные с употреблением, зависимые, к сожалению, отрицают наличие себя заболеваний и винят во всем какие-то сложившиеся обстоятельства, но ни в коем случае не свою зависимость. И вот именно психологическое направление, оно дает, как бы его задача сводится к тому, чтобы преодолению аназогнозии, да, чтобы человек, с которым мы работаем, получил некоторую установку на получение помощи, да, осознал хотя бы в какой-то мере то, что он зависим. Это задачами психологического направления является установка на трезвость, да, расширение и получение каких-то социально значимых целей в жизни, приобретение навыков позитивного взаимодействия с людьми. И на самом деле жизнь зависимых людей, там, на второй, третьей стадии, она очень, скажем, узка, да, кроме ситуации потребления, она, в их жизни нет практически ничего, она редуцируется, да. Вот, и задача тут психологов, скажем, достать какие-то здоровые части личности, чтобы человек вспомнил о том, что, оказывается, у него есть какие-то хобби, увлечения, что он о чем-то мечтал, да, и простроить какие-то пути, которые могут помочь человеку, помочь человеку, там, реализовать какие-то свои намерения, да. Так же важный момент, что у длительно зависимых болеющих людей уже отсутствуют навыки позитивного взаимодействия с людьми, да, потому что на определенном этапе их отношения стали невыносимы, из близких от них отказались, и друзья, вот, и все им кажется, что их предали, никому они не нужны, да. Нужно восстановить эту веру, уверенность людей, что на самом деле у них есть хорошие, здоровые части личности, которые, которым надо как бы развивать. И, значит, что касается психологического направления, тут очень много разных вариантов работы, безусловно, тут ориентация идет от уже индивидуального запроса наших клиентов, пациентов. Хороши и индивидуальные методы работы, и групповые методы работы. Индивидуальные, да, проходят с психологом, в таком, скажем, более индивидуальном формате, тет-а-тет, а групповые обычно в группе. Группа дает много... Группа очень хороша, она дает возможность отреагировать, какие-то эмоциональные переживания, поделиться другими людьми, послушать опыт других, да. Следующее направление в реабилитации – это социальное. Оно связано с воздействием на социальную среду в целях более успешной реабилитации и профилактики. Ну вот на микросоциальном уровне оно включает в себя такие задачи, как изменение социальной среды больного, зависимого, в котором он находится, изменение некоторых семейных отношений, стереотипов поведения, полное прекращение и запрет на общение с друзьями и компаниями, которые способствуют зависимому поведению. Вот, например, организации анонимные алкоголики, наркоманы, они как раз помогают, замещают на определенный этап времени вот эту дисфункциональную среду, в которой, например, находился до этого пациент, да, и дают ему некоторую поддержку. Значит, на макросоциальном уровне это, во-первых, создание благоприятных условий в обществе в целом. Это очень сложная задача, она комплексная, и тут, наверное, необходимо задействовать очень много сил, да, не только силы, скажем, там, организации здравоохранения, вот, но тут в целом и общая политика, отношения на уровне общества к определенным проблемам, освещение их. И следующее, следующий слайд. И вот хочу, наверное, остановиться в завершении на такой теме. Очень часто родственники пациентов задают вопрос, а вот, да, мы все понимаем, но как быть, да, потому что обращаются как раз специалистам, обычно родственники, которые очень тревожатся своих детей, мужей, жен, там, сотрудников, потому что, да, мы все помним про аназогнозию, наличие, отрицание, наличие у себя заболевания, и первичная задача, она как раз порой в начале лечения порой ложится именно на плечи родственников. Что же делать, да, если с человеком, близким что-то такое случилось? Как его уговорить обратиться к специалисту? Ну, вот, хочу дать некоторый ряд рекомендаций. Во-первых, да, это очень важный этап, и к нему нужно подготовиться, да, понятно, что разговоров, скорее всего, уже и было очень много, и в семье, и по нескольку раз, но они все не приводят к должному эффекту. Что может вам помочь все-таки уговорить зависимого человека обратиться в определенную службу? Ну, во-первых, вам нужно к нему обращаться в определенный период, скажем, его жизни. Обычно он связан с выходом из апостинентного синдрома, да, когда ему, он не очень хорошо себя эмоционально чувствует, ищет некоторую помощь. В эти моменты он действительно как бы внушаем, ищет помощи, и готов воспринимать вас уже более серьезно. Потому что там моменты употребления, понятно, помощь ему не нужна. Значит, что тут нужно сделать? Лучше всего собрать какую-то группу людей, да, которых знает зависимый. Это могут быть какие-то его родственники, друзья, коллеги по работе, да, но которые его хорошо знают, и мнение, которое для него важно, людей, которых он уважает. Значит, лучше там как-то можно даже это неожиданно для него сделать, собраться и как-то по душам поговорить, что вот мы тут все собрались ради тебя, потому что мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Говорить стараться нужно аргументированно, да, приводить факты, так как многие зависимые люди отрицают, да, у себя наличие заболевания, плюс их мышление еще устроено таким образом, что они вытесняют все неприятные, неудачные моменты их жизни, и забывают, да, про это, про все, то важно напомнить, да, про все инциденты, которые были связаны с зависимостью, и эти причинные следственные связи открыть, показать зависимому человеку, да, лучше всегда, там, например, там, а вот помнишь, вот на работе, там, человек пропал, да, там, несколько дней ушел в запой, из-за этого, там, коллектив не выполнил план, да, от этого пострадали остальные люди, не получили премию, а вот помните, там, семейная ситуация была такая, да, вот скандал, там, на прошлой неделе, а вот тогда-то ты, там, потерял, там, или, там, потратила огромную сумму денег, и так далее, и так далее, то есть, как можно больше вот таких вот фактов, да, вот, которые позволят, во-первых, как-то суммировать вообще все, что происходит с человеком, и помогут ему осознать вообще всю сложность и важность этой проблемы, но после этого, да, когда вы получили уже какое-то одобрение, да, скажем, зависимому согласился, что, да, действительно есть проблемы, есть проблемы, нужно заставить его действовать, уговорить действовать, да, не заставить, потому что, когда кто-то заставляет, ответственность на это ложится, на человека, который заставляет, тут нам нужно получить некоторое одобрение, зависимую настроенность на лечение, как бы, чтобы ответственность за этот процесс была и на нем, да, и, значит, что для этого можно, да, мы должны придумать уже конкретную программу, люди, которые собрались, пошагово, что нужно делать, договориться с конкретным врачом, может быть, оплатить первичный прием, да, провести, там, мониторинг различных средств, где человек может лечиться, да, это могут быть государственные больницы, какие-то частные центры, да, но после, так как мотивация зависимых, она крайне неустойчивая, он может вам ответить, что я согласен лечиться, но при этом через два часа уже забыть об этом, да, нужно действовать достаточно быстро, вот, и предложить конкретный план, естественно, заручившись уже согласием пациента, начать его реализовывать, вот, наверное, вот такая форма уговоров, она, такой предварительной работы, она хороша, она действительно помогает хотя бы начать лечение, это уже немаловажно. Следующий слайд, пожалуйста. И хочу еще остановиться на вот такую вот памятку, приведу для родственников пациентов, которые столкнулись с такой вот проблемой там в семье. Дело в том, что родственники пациентов, они часто страдают таким феноменом, как тоже болезнью, созависимость. Это тоже такое нарушение, когда страх и беспокойство с зависимым у человека приводят к тому, что такого родственника тоже редуцируется все сферы жизни, он абсолютно погружен в проблемы своего болеющего человека, своего болеющего родственника, да, если это мать, она полностью погружена в проблемы своего ребенка, что у нее не остается уже времени на свою жизнь, она забывает, кто она, что она, теряет свое самоуважение, вот, и так далее. Если это жена, она вникает во все проблемы мужа, старается контролировать постоянно его поведение, и что, где он, и так далее, и тем самым, на самом деле, она поддерживает его зависимость. Вот, и в практике мы часто работаем с родственниками, с пациентом, потому что они бессознательно порой, на самом деле, поддерживают их зависимость. Некоторые, даже есть такие примеры, когда, да, мать, там, сыну плохо покупает ему наркотики, или там, жена заботливо варит мужу куриный бульон, чтобы он побыстрее пришел в себя. Вот, на самом деле, с помощью этого поведения родственники поддерживают вот эту больную часть личности, зависимого человека и мешают таким образом ему, скажем, избавиться от зависимости. Значит, что тут важно, да, родственникам важно общаться только со здоровой частью зависимого человека, да, то есть поделить его на две части, скажем, здоровая часть, которая имеет какие-то стремления, увлечения, интересы, да, вот, и больная часть, которая стремится, скажем, к употреблению. Больную часть лучше всего игнорировать, да, ни в коем случае не нападать на нее, не, вот, но лучше игнорировать. Что касается здоровой части, то лучше обращаться к ней и с ней взаимодействовать, тем самым она будет укрепляться, да, и помогать. и вот такие общие рекомендации, да, значит, нужно постараться перестать опекать зависимого человека, потому что тут очень важен вопрос ответственности, да, зависимый человек должен в полной мере осознать всю ответственность за свои поступки, да, за свою жизнь, за образ своей жизни, потому что когда часто там в семейной системе многие многие стараются, да, перекладывать вот эту ответственность, разделять ее зависимым, например, там, человека выгнали с работы, да, потому что были там ситуации употребления, семья старается ему помочь, жены часто скрывают от окружающих, что там их мужья употребляют вещества или алкоголь, чтобы, не дай бог, их не выгнали с работы. Важной рекомендацией является то, что нужно, во-первых, поверить, что у зависимого достаточно ресурсов для выздоровления и без ваших помощи он справится. Вот именно такой подход, он является достаточно благоприятным для того, чтобы помочь другому человеку, скажем, побороть зависимость, да, выздороветь. и далее я хотела бы остановиться на том, куда вообще можно обращаться, если что-то подобное случилось в вашей семье. Существует огромное количество в настоящий момент различных центров, в том числе это революционные центры, они крайне разнообразны, естественно, это зависит от средств человека, который он может потратить на реабилитацию. Вот, да, как мы видим, это бывают какие-то центры, основанные с такой религиозной подоплекой, центры, связанные с трудотерапией. Собственно говоря, суть реабилитации сводится к тому, что человека на длительный период времени помещают в подобный центр, вот, и он там живет и лечится. Мы продумываем специальную программу реабилитационную, которая обычно включает детоксикацию на первых этапах, вот, а потом делают такой достаточно серьезный распорядок дня, работать с психологом, да, какие-то физическую активность, трудовую, определенные нагрузки. Благодаря этому достигается в таких рамках достаточно жестких, да, достигается длительный период трезвости, да, когда можно с человеком уже продуктивно работать, да, с его какими-то психологическими сложностями, вот, и благодаря чему возможно такое порой даже рождение человека заново, рождение его личности, новой личности, которая уже будет, скажем, какой-то другой, и когда выйдет в общество из центра, да, будет реализовывать себя уже как-то более эффективно. И хочу еще остановиться на такой разновидности, да, помощи, которая тоже очень популярна сейчас, группы анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. На самом деле групп существует огромное количество, группы обжор, шопоголиков, чего только нет, сексуально зависимых. Они все в принципе основаны на 12-шаговой программе, а это такие группы самопомощи. Знаю, в Москве, например, они функционируют 7 дней в неделю по 24 часа, да, и, например, чем они хороши? Человек, когда чувствует, он решил для себя быть трезвым, и решил, и, например, он понимает, что ожидается какой-то срыв, у него возникает тяга, да, он может просто экстренно быстро поехать в такую группу, вот, и она поможет ему удержаться, удержаться его трезвой жизнью. Не всем, конечно, подходит такая форма, но многие оценивают это как достаточно эффективный метод, который помогает удержаться и продлить трезвый образ жизни. И еще хочу остановиться на государственной помощи, например, в нашей больнице, психиатрической, клинической больнице номер 4, Неганушкиное отделение наркологии. Мы оказываем помощь детоксикацию, также в нашем штате работают специалисты-психологи, которые тоже стараются работать с нашими пациентами, направляя их на трезвый образ жизни. Вот привожу данные нашей больнице, сайт, где можно узнать всю необходимую информацию, а также хочу сделать дополнительный акцент на том, что у нас есть телемедицина, вы можете обратиться и получить консультацию онлайн, а также есть психологически бесплатные консультации и телефон доверия. Они тоже бесплатные, вы можете спокойно позвонить. Уважаемые слушатели, тогда завершаю вебинар, вопросы не поступили, хочу пожелать вам здоровья физического и психического. А если вы вдруг запарили или вам необходимо обратиться за помощью, обращайтесь в справочную службу телефона доверия психиатрической клинической больницы имени Ганнушкина. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.